Доброе утро, мои хорошие всем! Огромный пламень итальянский, чао! Только что Никиту отвезла в школу, вон оставила его у школы. Так, езжай. Вот у школы постоянно такое машинотворение, как столпотворение. Мамаши как хотят, так и едут. Как хотят, так и паркуются. Такие бесшебашные мамаши итальянские. Так, у нас сегодня день обещают жаркие. У нас с утра уже столько градусов, честно говоря, не смотря на сколько градусов, но мне уже жарко. Я одела сегодня юбочку налегке. Уже, смотрите, жара наступает, уже штаны не хочется, ни джинсы, уже самой не хочется одевать. Хочется одевать юбочки, платьички, блин. Жара, конечно. Как медленно едем. Вот с о ком я сегодня наряде, как нормальный белый человек поехала Никиту отвозить в школу. А, ну я уже переоболаз, конечно, и тапочки у меня были белые. Смотрите, что творится. Решила с утра закончить черешни. Вот остатки роскоши, что у нас были. Смотрите, сколько я повыбрасывала. Это все гнилые. Это именно гнилые, именно та черешня, где я на базаре покупала. Представляете, потому что в тот же день, когда я купила на базаре черешню, муж притащил с супермаркета. Вот. Но она там другого вида. А эта гнилая, это именно с базара. Так что, блин, жалко, конечно, на базаре. Ну, прямо чувствовала, что не сильно хорошая черешня. Хоть она и вроде как вкусная, но попадались, конечно, невкусные. Тем более, на базаре они хотят сплавить, поэтому и продают гнилью. А в супермаркетах-то все-таки они там контролируют как-то, наверное. Надеюсь, конечно. Это у меня, короче, второй завтрак был. Черешни. Закончили. Что ж такое? Прям до слез доводят, елки-палки. Ну, до хороших слез. Сейчас я смотрю, последние несколько дней начала смотреть фестивали Алина. Алина фестиваль, это акробатики Алины Кабаевой. Потому что в прошлом году я как-то случайно по телевизору увидела, что показывали этот фестиваль. Мне так сильно понравился. И вот год прошел, я о нем почти забыла. А недавно рекламировали, что новый фестиваль или уже начался, или скоро будет. Я решила посмотреть предыдущий фестиваль. Я сейчас пока... Я сегодня снова иду к бабуле работать. Остаюсь уже в этой же футболке, только шорты передела свои рабочие, летние. И, короче, перед тем, как к бабуле идти, есть время. Я решила посмотреть еще кусочек концерта. Я сейчас смотрю... Не концерт, а фестиваль. Я сейчас смотрю фестиваль 2013 год. Ну, прямо... Прямо до слез. Вот... Как все это красиво. Какие все-таки все дети молодцы. Кстати, сегодня День защиты детей. Всемирный День защиты детей. Всех деток с большим праздником. Как говорится, чтобы все были счастливы и здоровы. Вот. Ладно. Я чуть-чуть родыр сердца не получила. Подхожу к окну и чуть не упала. Птица, наверное, меня не видит. Хотя слышит. Не улетает. Чего ты здесь делаешь? Что ты здесь кушаешь в моем огороде, а? Сорока-белобока. Слушает, слушает. Смотрите, не боится, не улетает. Вчера журавля споймала на камеру. Сегодня сорока. Сорока-белобока. Смотрите, как близко. Я первый раз так близко к сороке. Опа. Сейчас полетит. Сейчас полетит. Нет, не летишь? Привет. Привет, синенькая пёрышка. Ну, давай, лети уже. Смотрите, не боится. Лети, лети, лети. Решил мою петрушку пойти? А, да, еще покакай мне там на баклажан. Молодец. Вот эти. Понравился мой балкон? Может, ты тут птенчиков хочешь высадить, а? Смотрите на это чудо в перьях. Может, ты птенец такой вот высокий, молодой птенец потерялся, что ли? Гуляет, гуляет. А что ты не улетаешь? А, по-моему, может быть, с крылом что-то не так. Ладно, не буду тебя догонять. Сиди на балконе. Я пошла. Вон он так и сидит. Так и сидит на нашем балконе. Ладно, сиди. Я пошла к бабуне. Вон, красота. Вон у нас солнце. Небо ясное. Погода вообще суперская. Ура, я отработала. Так, смотрите, распустились уже гортензии наконец-то. Взяла три цветка, несу домой. Я забрала от бабули свои тапочки зимние, которые теплые, прямо жаркие. Там оставила такие мягкие домашние тапочки, легкие. А это зимние, несу домой. Не оставляю там. Все, иду домой. Все время, пока я работала, бабуля спала. Я уже думаю, господи, хоть бы она живая была. Хоть бы она живая была. Потому что она так спала подозрительно. Ну, знаете, как старые люди. А вы знаете, вот эта птичка, что ко мне прилетела на балкон. Я сейчас посмотрю, она еще там или нет. Я вот давно-давно, еще, по-моему, с детства, где-то с молодости, знала это, что если в дом залетает какая-то птичка, это к смерти кого-то. Но в дом, в принципе, птичка не залетела. Только на балкон, но все равно не надо. Хватит нам смертей. Так, только что зафиксировала. Сама работала первый день. И так, опа, у меня тут витамин Д. 1 июня мне надо принять витамин Д. Вот такой вот мне дают витамин Д. Жидкость такая, она как масло. Вот так я его выпиваю. Хорошо, что тут немножко. Один глоток и все. Бесплатно, кстати, дают. Сейчас у меня с холодильника надо, чтобы он немножко полежал, чтобы он разморозился. А то он сейчас застывшее масло там. Вышла на проверку. Смотрю, вроде бы нет птички. На подоконнике нет. Внизу наверху нет. Внизу, может, в горшках. Не вижу. Наверное, улетела. Слава тебе, Господи, улетела. Нет, нет, ну все. Смотри, что у меня тут. У меня тут рикотта. Я сюда покрошила зеленый лук и укропчик. И одно яйцо. И посолила. Измешала. Вот такая вот у меня масса получила. Ну, конечно, вместо творога. Вот рикотта вместо творога. У меня просто кусок, не кусок, а у меня есть готовое слоеное тесто. Сейчас попробую сделать что-то типа пирожки. И попробую все это испечь в микроволновке, чтобы по-быстренькому. Вот такие вот у меня пирожки получились. Четыре клиней слойки. Как это можно сказать? Сейчас смажу яичком. И выпекать. Ух ты! Все-таки что-то получилось в микроволновке. Смотрите, пышет, пышет. Этот открылся немножко сверху. Ничего страшного. Все хорошо пропеклось, смотрю. Даже чуть-чуть подрумянилась. Даже в микроволновке. Я включила на все режимы. Это значит сверху, снизу, по бокам. И все такое. Короче, хорошая выпечка. Подожду, когда остынет. Попробуем. Ну, что я вам еще скажу. Это очень даже вкусно. И напоминает прямо вкус родины. Вот этот рикотта, точно она как творожок с укропчиком. Прямо чувствуется укропчик. Зеленый лучок. Ой, яичко. Вообще такая вкусная. Я уже второй, блин, доедаю. Так, прикольная, конечно, эта штука. Но я, блин, объела. Все-таки мучной, есть мучной. Я поэтому, елки-палки, вот я вчера говорила, вот хочется что-то испечь. Но, блин, не, нельзя, нельзя, нельзя. Я буду теперь брать готовое слоевное тесто, только чтобы Никите что-то сделать, испечь. Кстати, я хотела ему тоже сделать. Но, правда, с колбаской и сыром. Но у меня, блин, сыр закончился. Уже, ладно, купим. Завтра уже поедем делать пизу за продуктами, отовариваться на неделю. Я куплю все, что надо будет. И Никите сделаю как-то на неделе, когда он будет приходить после школы. Все, я пришла. У меня гора к глажке снова. И пошла Галинка гладить. Смотрите, какая гора. Сейчас залью утек водой. Буду смотреть фильм и гладить. Наконец-то руки у меня дошли и до балкона. Так, я уже гору перегладила. Никиту встретила, накормила. Тут у меня лейки, лейки всякие. Все, подняла. Видите, сколько лису попадало. Это вот эта смятая елки-палкижалка. Но я сейчас начала брызгать от всяких этих мошек, которые съедают ее. Посмотрим, что будет. А, кстати, хотелось показать. Смотрите, у меня новые росточки мяты. Вот там вот в середине, видите, росточек. Потом вот корень пошел. Но почему-то не под землей. И вот корень вышел. Вышел прямо. И вот вон растут листочки новые. Надеюсь, не сожрут их всякие там мошарени. Ой, так классно на балконе. Когда тепло, тенечки. Эй, солнечные очки с собой не взяла. Сейчас жду мороженое. А, ну нет. Я так налопалась на обед. Кстати, у меня такой ура. Я же все четыре пирожка-то не съела. Я оставила Никите попробовать. Короче, и когда он пришел после школы, и перед тем, как ему что-то готовить, я ему показала. Говорю, хочешь попробовать? Он говорит, а что это? А что там внутри? Я говорю, я тебе не скажу. Пока ты не попробуешь. Ну что там внутри? Не скажу, потому что ты точно не попробуешь. Вот когда попробуешь, тогда скажу, что там внутри. Попробовал, отложил. Я что, не понравилось? Ну нет, не сильно понравилось. Ну, в принципе, и кушать могу. Я говорю, так будешь кушать? Буду. Короче, съел, представляете? Вообще, я такая довольная, когда Никита ест что-то полезное. Ну, полезное там именно что? Рикотта, ну, как творог. Рикотта, укроп и зеленый лучок. А я бы даже не сказала, что там зеленый лук, потому что там все это перемешано, и с яичком там вообще вкусная начинка получилась. Так-то он обычно зеленый лук не очень, ну, как и вообще-то любой лук. Вот. А в этот раз все слопал. Так что можно будет, я вот сюда посеяла укропчик. Он у меня там взошел, вот, если видите, вот, хорошо взошел укроп. Надо будет, кстати, посмотреть. Я сейчас пойду, посмотрю, есть ли у меня еще один такой вот, вот такой вот горшок, чтобы еще укропа побольше насадить. У меня еще есть целая упаковка, целая пачка семян, семян. И хочу посмотреть, если есть еще один какой-то большой горшок, чтобы пересадить вот этот болгарский перчик, что я вам вчера показала. Так что еще работу придумала себе. Короче, что я надумала? Здесь у меня были все эти болгарские перчики, а дело в том, что на другой стороне там пусто, ничего не вылезло. И я вот отсюда два болгарских перчика пересадила на эту сторону. Это отделила зеленый горошек, чтобы он не лежал туда, а чтобы он вот так вот вверх, короче, рос. Вот так вот, как бы, заборчик поставила для него. В общем, здесь у меня этот болгарский перчик, а вот тут еще какой-то росточек, не знаю, что. Если он выйдет, ну, выйдет так выйдет. Все равно, когда горошек поспеет, мы его съедим, я отсюда горошек уберу, чтобы уже перчик нормально рос. Вот. Так что там один кустик, второй кустик, и здесь третий кустик. В данный момент земля мокрая, хорошо пересадила, надеюсь, примутся эти два кустика. И вот я нашла еще один горшочек, там старая земля немножко, но у меня еще есть новая земля, что мы купили. Так что сейчас я доложу эту новую землю и посею еще укропчик. Редактор субтитров А.Семкин